Это был русский кастомайзинг. Мы сохраняли аутентичность, как мы. Итак, это очередной день нашего адового кастомайзинга. И поступили новые вводные, причем довольно приятные. Короче говоря, мы полностью отказались от подрамника. Будем хуявить с нуля. И самое интересное, что у нас просто идеально будут использованы старые уши от старого двигателя. Здесь все совпадает по диаметру. И как раз мы хотели изначально двигатель двигать ближе вперед. Но это не понадобится по той причине, что здесь тогда закроется доступ к масляному фильтру. А поскольку обслуживание все равно здесь предусматривается, поэтому мы вернули двигатель назад. В общем, все, что сейчас нам понадобится, это изогнуть часть рамы вверх, для того, чтобы получить все оси движимые, то есть ведущую и подвески, получить в одну линию. Вот эту вот часть нужно поднять вот на этот уровень, чтобы она была на уровне ведущей звезды. Это сделать необходимо, чтобы не было передяга или недотяга. Когда будешь газовать, весь мотоцикл будет в узел закручиваться. Ты мне скажи, ты определился, что будет у нас, это цепь, ремень? Пока цепь. Потому что ремень мы хер подберем нужного размера. Они же никак не регулируются. Значит, нам надо уже заказывать звезды, чтобы они у нас... Да, я предельник закажу. В общем, мы тут вчера долго-долго разбирали, в общем, преимущественно молотком старый редуктор. Мы разобрали. В частности, я разобрал. Те, кто сидит в паблике ВКонтакте, те, конечно, там уже обосрались кирпичами многократно. Но дело в том, что здесь правый радиально-упорный подшипник, который запрессован практически намертво во всю вот эту вот конструкцию, он не позволял изнутри выкрутить вот эти вот 7 шурупов. Поэтому было предпринято решение все-таки... Херачить кувалдой. Да, лупить кувалдой, пока это все нафиг не оторвется. В общем, оно оторвалось и сейчас выглядит немножко поцарапанным, но мы корректором замажем. Вчерашний день мы не записывали, потому что он был таким подготовительным. Во-первых, мы сегодня прихерачили вот это вот дело. То есть, мотор висит теперь вот на этой стуковине, на дельфере, на четырех анкерах, в потолку. Мы немножко, конечно, тут промазали изначально, хотя, наверное, даже не промазали, а напротив попали. Аккуратно в арматуру, поэтому немножко пересверлились. Но это нас не смущает нисколько. Самое главное, что функционал сохранен. Женя вчера сварганил стабиль. Равнялся под заднее колесо, чтобы потом подолгу не трахаться, его фиксировать. Колесо у нас получается 240 по ширине самой покрышки. И, в общем-то, внутренняя часть вот это вот здесь тоже 240. Поэтому, как видите, здесь и здесь все впритык. И все это довольно-таки органично здесь стоит. На четырех ногах на расстоянии 150 миллиметров ровно. То есть, это наш проектируемый клиренс, который будет в будущем. Рама сейчас приварена на четыре длинных шва, чтобы она у нас там никуда не делась, не оторвалась. Поскольку нам надо будет сейчас в этом месте что-то придумывать, чтобы ее загнуть вверх. В итоге, да, решили полностью отказаться от старого подрамника. Какая у нас сейчас встала проблема? Проблема в том, что маслобак... От него пришлось отказаться. Почему? Потому что в старом исполнении на МТ-01 там подрамник такой хитровылюбленный, что он огибает все вот эти трубочки, все вот это вот обходит так, что ничего не задевает. И нижний болт, он находится вот после трубок, вот здесь вот прямо идет насквозь и упирается в маслобак. То есть вытащить его можно только очень хорошо, хорошо потраховавшись с ним. То есть вот нижняя часть, вот он вот так вот стоит, вот так вот. То есть вот отсюда болт не вытащить, вот сюда болт не вставить. И если в таком исполнении его ставить на нашу раму, то никак не получится закрепить моток, потому что здесь у нас проходит прям колено, здесь оно упирается в левое колено. И короче это все залупа. И надо будет этот маслобак либо переносить и гнуть уже медные трубки по месту, либо скорее всего как мы и сделаем, возьмем какой-нибудь огнетушитель или какую-нибудь емкость, подготовим ее хорошенько, сделаем, куда-нибудь вынесем и уже медными трубками с огнем все это. И будет все это красивенько и органично смотреться. Сейчас мы сделаем, да, подножки тоже будут переноситься, потому что в этом исполнении никак просто куда-то подножек не достанешь. Будут переноситься под классическую схему где-то примерно вот сюда. Сейчас мы вот это вот будем гнуть наверх, соответственно вот это вот будем переносить куда-то. Скорее всего рессору мы постараемся оставить, потому что она очень удобная. Мне кажется, вот мы сейчас загнем и наша задача будет сегодня сделать косынки все, и чтобы двигатель уже жестко закрепить, уже сделать все косынки, сделать все отверстия, очистить все лишнее, чтобы двигатель уже жестко был вот в этом месте закреплен, чтобы его можно было уже не ворочить. Ну, учитывая то, что у нас сейчас нету поршневых пальцев, которые мы будем использовать для того, чтобы вваривать их в раму, поэтому, конечно, эту задачу выполнить пока не представляется возможным полностью на сегодня. Вообще, я еще предлагаю тебе сейчас накинуть вот эту трубу, которую я накидывал, чтобы они посмотрели, тоже было интересно. В общем, трубу вы помните, как она была? В оригинале она стояла... Она стояла вот, вот это ее рез. Она стояла вниз. Ты ее сейчас просто никак не засунуешь. Вот таким вот образом, поскольку мотор был оппозитный. А теперь мы делаем финт ушами. Женька приду, поставите его вот так вот, и оно идеально сюда встает вообще, как будто специально так придумано. Не, разверни ее, разверни на 180. Вот так, вот. То есть, вот в этом вот месте я все это дело, все эти вафли обрежу, и стык в стык приварю на максимальном токе. То есть, дальше нам все, что понадобится, это... Здесь будет небольшое усиление. Да, здесь мы еще какую-нибудь косынку приварим, скорее всего, обиграем вот так полукругом. А дальше нам, я думаю, что дуплексом будет очень удобно обыграть это все вниз. Вверх будем цеплять? Конечно, конечно, вверх будем цеплять. И все, все крепежные вот эти вот элементы, ну и закроем баком. Кстати говоря, по итогу можно будет даже на эти же отверстия повесить обратно бак, как он и был здесь штатно. Обрезать вот это вот, все. Давай начнем с гнутья. С гнутья? Ну ладно, давай. Какие интересные. Давай я там кручусь и говори куда-то. Вниз. И убираем вот этот мотор. Так, давай я опущу. Пускай весит, что-то бежает, что ли? Я думаю об этом. Чувак, а потом мы будем дракос обратно поднимать, а потом обратно опускать. Да, да. Этот паранойт думает, что вот этот вот херняк оборвется. Я считаю, что это сбрежневая кабина. Один стальной анкерс, оглушенный в плиту перекрытия, выдерживает на разрыв 300 килограммов. У нас их 4, охрененная петля. А плита выдерживает? Да выдерживает плита, там арматура стальная. Этой плите 500 лет, и она горела. Посмотрите на вот этого паранойтка, запомните его лицо. Так, ладно, очки. Эта штука снимает? Да. Так, ничего откручивать не будем? Прямо так будешь резать? Да, прям так буду резать, пока здесь не закупит. Короче, я сейчас покажу мега метод сгибания рамы на холодную. Сейчас все кирпичами обосутся, особенно сопроматчики дивана. Да, мы жопошники, у нас нет денег купить нормальный резак, потому что мы купили трубогиб, который нам нахуй не нужен. Так, ладно, понеслась. Вот бы меня еще кто-то в розетку включил. Я тогда тебя буду так, снимать. В розетку включи меня. Надо купить розетку. Вот, да. Вот, да. Вот. Вот, да. Гори, полея будет тлеть долго. Гори, полеет то, что тлеет, и все, больше ничего не надо. О, и тут еще и масло. Давай раздувай, чтобы хоть загорелось нормально. Ивана это видео не показывает, нам приедет таких пиздюлей вломать, что мы без кожи попилим. Митяй это видео не показывает. О, как классно. Как увидит, как мы тут пилим без кожи, он таких пиздюлей вломает. Бомбанет. Еще, наверное, разок надо. А вот чтоб еще, наверное, разок, надо, короче, уже откручивать рессору. Почему? А она сейчас мешать будет мотор поставить. Надо убрать рессор, пододвинуть. И уже примерять. Все, что ломать, это я. Все, что строить, это... Ну, не всегда, конечно. Вчера я ломал очень мастерски. Я уже думал, скажешь, что вчера я строил что-нибудь. Ну, и строил в том числе. Вон, построил стафель. Нет, я. Ты? А что ты вчера строил? Ты меня строил. Пытался меня научить плохому. Бывает. Проходит, правда, редко. Что курил, признавайся. Тебе там пневма не нужна. Чувак, на 17 снизу. И тебе нужна трещетка, а не пневма. Я уже представляю, сколько сейчас будет экспертов писать. У вас мотоцикл развалится. Вот здесь вот все рассыпется. Я, если честно, хочу максимум сохранить дух бывшего мотоцикла. А дух бывшего мотоцикла хранится в трубах. Да. Поэтому, блядь, трубы должны остаться. Иначе, что это за мотоцикл? Мне интересно, с чего этот диск сделан? Кто был донором? Мне интересно, честно, самопал это все или это что-то штатное? Это адовый самопал, чувак. Потому что, если бы это не был самопал, то и не было бы этих ебучих пуглостей. Согласись. Так, а как это вот выебито? Смотри, вот эти вот все ямки. Все сделаны. Выебаны. Выебаны запросто могут быть и варены. Или даже специальная матрица была сделана для того, чтобы... Запросто могут быть выебаны. А все, вынимай ресоры, бля. Матерье, пускай филипает. Да не, надо сохранить. 4 болта все в одном месте сложить. Аутентичность. Потому что, где-то 10% духа бывшего чопера хранится так же и в болтах. Ха-ха-ха. Троль. Еще какой. Гайку не потерять. 2% аутентичность. 3% Еще выше подумай, еще выше подумай. Да блядь, давай тяни вперед, еще выше. Куда ты на себя тяни? Куда ты стапель? Туда, блядь, тяни. Ты не подымаешь стапель. Я подумал, если я сейчас подниму, блядь, не стапель, а это самое. То есть, если стапель подниму не колесо, то эта хуня вниз упадет. У тебя больше всего волнит от того, что мы корябываем линолеум. Если я сейчас вперед потяну, то будешь корябывать линолеум. Блядь. Так, как раз стоять. Стоять, я сказал! Вот! Поднимай его, поднимай! Он на диск переморкновенный персик. Говори. Бомбалейла! Бомбалейла! Ха-ха-ха-ха. Давай. Ха-ха-ха. Поперед нас. Ни-и-и-и-и! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! В какую сторону? В какую сторону? В какую сторону? В какую сторону? А еще меня гамбит от того, что будет постоянно паркчуть цепь под водой, блядь. И пока мы его сюда корячим, он уже есть будет изгодом. А дай штырку принесу. Какую штырку? Эту длинную. Сюда воткнуть. Да не пухали сейчас. Давай. Иди сюда. Вот сюда. Посмотри под мебели. Я сейчас, блядь, возьму камеру. Павел. Сука! Точно по центру между третьими. Вообще! Вообще, Вася, идеально! Уйди с параллели окаянный. Вот это вот мне нравится. Вот дырочки. Вообще, Вася, идеально! Вообще! Вот нарочно хрен придумаешь. Вот реально. Вот как так совпадывает. Наверное, сам Бог велел поставить в эту раму нормальный мотор. Отмерить вот тут. Отмерить. И приварить. Вырвить и... Пссссссс... Так, придумай! Убирай камеру и придумай. Убираем мотор. Я предлагаю. Я предлагаю предложить. Ваше предложение. Я предлагаю говорить Сука, как заебала эта погода Слушай, такая жара была, так хорошо было 25,2 Сейчас я покажу вам Уфимскую погоду Горячую Это просто какая-то жесть Вы посмотрите, что это за бред И это, блин, надолго А нахера ты ее ворочаешь? Я ее так достану Искрит чего? И вот этого от сварки Я тебя умоляю Так Вам еще знаешь, что ей надо? Нет, бред Одевай Бред Бред? Зачем тебе бред? Я не люблю на Балгарху эту насадку Я люблю на Андрею эту насадку Ты лучше скажи просто Я суну на Балгарху эту насадку А Андрею я суну Теперь нам надо И обойти И закупить Как там? За русский За денег Да, да, да! Ты даже не смотрел про десантника с теплочками? Не, времени не было, чувак Вот в гараже с тобой ковыряться, строить мотоциклы. Сразу вспоминается анекдот про настоящего хомячка и что он должен успеть сделать в своей жизни. Пожрать, поспать и сдохнуть. А не у тебя. Ты это самое, духовные болты-то пособирай. Я, если б знал, что ты пьешь, я повременился с этой фразой. Так что я, пожалуй, сейчас сразу сделаю, все равно же его перекрашу. Не надо, чувак. Потом это сделай. Потом на раме еще сложнее, поверни. Ну а она сейчас ржаветь начнет. В рот ей ноги, блядь, она в сухом гараже вся не ржавеет. Тогда тебя запрягут. Без проблем. Хорошо. Точно так же, когда-то мне сказал дельник, когда мы раму от пинчера варили. Давай, 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 давай. Он проклился на свете. Сворачиваемся. Едем? Хорошо. Подходящая как раз музычка. Сейчас за которую ютуб забанят. Короче говоря, мы сейчас едем за... О, баланс белого, какой ужасный. Что с этим сделать, не знаю. Сейчас он подстроится. Ну давай уже. В общем, мы едем за звездами, за приводными. Потому как у нас там вся основная сложность в том, что мы не знаем, как уродовать раму. Для того, чтобы... Мы на месте покажем, да. В общем, без них, короче, никак не получается на конечном уже сварить. Но, но, что очень-очень обрадовало, в оси вертикальные мотоцикла, мотора самого звезда встает аккуратненько в одной линии с задней осью. Ее можно теоретически собрать. Опять же, практически мы пока это не реализуем, потому что до практики еще далеко. Ну, чтобы хотя бы собрать заднюю часть рамы и маятник, нам нужно примерно видеть, как оно будет выглядеть. У нас звезды с цепью нету, поэтому мы сейчас едем к Давиду. У него там подберем, что у него есть. О, боже, какой адовый баланс белого. Да я тебе говорю, не хочешь? Нажми. ВБ. Во, во, все. И заодно посмотрим, у него там парочку поршневых колец для фиксаторов двигателя. Для каких фиксаторов двигателя? Для... Туда, куда пол будет вставляться шпиль. Так, блять, не колец же ептать, иди в пальцы. Ой, пальцы, да, потому что я колец сказал, что да. Ха-ха-ха-ха. Короче, такая вот конедель. В общем, балим, что лоси голубам. С камеры выкинили остались? Нет, все самое интересное надо впечатывать. Это все оно, да? А, я не знаю, оно это или не оно. Я думал, ты у нас эксперт. Просто у него, их несколько? Все, да. Ну что, есть. Это БМВ твоя, короче, уже сраная говно скатывается. Всякие мопеды, возим. Возим мопед. Закидали прям насыпом, короче. Полностью. Там багажник открытый. Не знаю, просто, ну, реально, моя логика и перфекционизм, они, блять, ну, мне мешают понять вот эту, вот эту, халтуру, которую ты хочешь провернуть. Халтура, ну, халтура копеечная, согласись, ну, ёптать, ну, как это так? Ну, вот, блять, смотрим мы на звезду, да? И как раз вон он диск. И ты согласен чаще менять звезды, блять, вместо того, чтобы просто один раз, блять, решить вообще проблему с этим. Ну, как это ты не видишь, блять, у нас что-то токарение, то я не могу понять никак. Что дешевле, токарю заплатить или звезды, блять, с цепи покупать постоянно? Почему постоянно? Ты же сказал чаще. Чаще, значит, постоянно. Короче, нельзя. Почему короче нельзя? Потому что и так вот это, видишь, вот это вот должна быть, вот здесь должна быть. А мы, если еще сейчас маятник подвинем, она будет еще ближе. Ну, я что-то не улавливаю. Нельзя цепь короче делать? Нет, цепь-то можно. Ну, а что нельзя короче делать? Вот эту вот часть, туда еще. Блять, можно, конечно, я ничего не говорю, просто она будет еще короче. Ну, так давай мы вот эту всю ебанину, блять, новую сконструируем длиннее. Эту всю сконструируем, я тебе говорю, что нам ось маятника нужно подвинуть. Еще раз объясняю. Подвигаем ось маятника, вот это все пилим нахуй и делаем вот этот маятник длиннее. Все. Тилов-то. А маятник мы как длиннее сделаем? Распилим, блять, согнем новые вот эти трубы и сделаем их длиннее. Вот эти? Да. Ты боишься геометрию потерять? У тебя вот уже стапель готовый для колеса. Колесо стоит соосно с блоком двигателя и остатком рамы. Сейчас чикам это все нахуй и все? Я предлагаю этого не делать. Почему? Максом отпилить вот эту и вот эту. А что ты так боишься? Ты боишься, что потом не будет соосности? Я боюсь, что мы не справимся. Мне похуй. Нет, мне как раз таки не похуй, если ты не заметил. Я просто не вижу в этом проблемы. Для меня это не является трудностью. Я сделаю, блять, параллельно. Как делать нехер. Короче, мы тут вытрахали весь сука мозг. Это, это просто, блять, ну давай Жень, вот мы привезли цепь, всю эту хуйню. Сейчас Женька объяснит зачем. В общем, у нас вся основная трудность в том, что вот у нас получается вот правый шарнир заднего маятника как раз в той же плоскости находится, где и цепь. То есть нам необходимо обыграть вот это все дело, чтобы цепь не мешала раме, рама не мешала цепи. То есть вот мы сейчас проработали просто 150 вариантов, как это сделать. Артем предлагает сдвинуть трубу вправо. Я считаю, что это глупость и будет все это в итоге некрасиво. Я предложил косынку тут из металла сделать. Артем против. Потом я предложил вообще всю часть рамы сместить вправо. Тоже, блять, вроде бы не то. Опять же, нам еще нужно вот эти шарниры подвинуть ближе к мотору. Чтобы рычаг вот этот вот от оси до шарнира был минимальным для того, чтобы обеспечить себе тишину. Чтобы цепь не доставала при работе подвески. За счет этого укоротится задняя база. Из-за этого, опять же, понадобится удлинять задний маятник. То есть, разносить вот эти оси дальше. Это говорит о том, что полностью от всей вот этой конструкции придется отказаться сконструировать ее с нуля. Новую. Но максимально похоже для того, чтобы сохранить аутентичность, блять, мотоцикла в рот бы он ебался. Душевные болты. Да, душевные болты, блять. Духовные они. Духовные. Духовные. Короче говоря, у Артема взорвался мозг. Он говорит, ебись оно конем. Короче, делай ты, как считаешь нужным. То есть, в общем, оставил меня, как хохлы кажут, на прозволяющей. Короче, если что, все пинайте Женьку. Да, в общем, сейчас я остаюсь наедине вообще с решением этой проблемы. И меня, в крайней мере, отличие от Артема, все это не пугает ни разу. Поэтому я сейчас буду извращаться здесь, как я посчитаю нужным. А извращение здесь, конечно, будет вот так. Что они держат? Попал-то. Все, телепай ее. А? Телепай ее, она отпадет. Где день? Я нашел. Сначала переварили две трубы, потом вокруг них обварили пластину. Правильно понимаю? Угу. Даже три трубы. Охренеть. Просто жесть. Они, короче, сначала приварили, да, две трубы, потом приварили третью. И я так понимаю, что, наверное, посчитали, типа, маловато. Маловато, как бы, расширение. И решили обыграть еще вот этой вот части. Угу. И не поленились на толщину. Двоечка полноценная. Ох, и заебались же они ее гнуть, наверное. Сейчас мы для полноты картины попилим все меленько. Только представь, сколько пуканов разорвало сейчас. Я даже представить не могу. Целое кладбище пуканов. Охренеть. Жесть. Жесть! Жесть! Делинерная работа! Зачем было пилить? Можно было заново сделать! Продолжение следует...